8 сентября 1898 года Тифлис Дорогой мой Рубяник, Наконец получил два твоих письма, Одно от 17 августа, отправленное в Варшаву, Другое от 31 августа, отправленное прямо в Тифлис. Я спокойный и рад, что мои старые друзья смогли окружить тебя своим вниманием, И ты решил остаться у них на всю зиму. Это, несомненно, необходимо в первое время, Для того, чтобы ты привык к местным условиям и окружению, А также к климату, смог отличить хорошее от плохого. Они пошли навстречу моей просьбе, И постарайся завоевать их доверие, Чтобы они искренне полюбили тебя и не разочаровались. Я с самого начала полюбил их и проникся уважением к ним, И хотел бы, чтобы и у тебя были такие же отношения, И чтобы ваша дружба была долговечной. Кроме пользы ничего плохого не будет. Я не ошибался, когда говорил тебе, Что ты их полюбишь и будешь уважать, Но будь строгим и требовательным, Прежде всего, к себе самому. Старайся избавиться от вредных привычек, Которые могут быть неприятны другим, Сдерживай себя, займись самообразованием, Так как полученное тобой образование Имеет очень много недостатков, О которых ты должен узнать И мало-помалу исправлять. В твоем возрасте и настоящих условиях Только ты сам можешь себя воспитать, А для самообразования такая семья И такие личности могут принести Большую пользу и создать условия, Лишь бы ты пожелал воспользоваться этим. Из столь длинной лекции Ты должен сделать простой вывод. Теперь все зависит от тебя. Ты хозяин своего положения И должен вести себя так, Чтобы быть любимым и уважаемым всеми. Я отныне, кроме отправки денег, Ничем помочь тебе не могу. Слишком далеки друг от друга. Следовательно, ты сам должен быть осмотрительным, Чтобы не наделать ошибок. Знай, что я все тебе разрешаю. Перуй, бывай везде, заводи знакомства. Только в каждом деле знай меру И не теряй себя, Как в веселье, так и в деле и в занятиях. В университете записывайся на лекции, Которые тебя теперь интересуют. Только с тем расчетом, Чтобы успевать понять и усвоить все услышанное. Очень рад твоим занятиям французским. Старайся по возможности им овладеть. Знай, что без него и немецкого Ты не стоишь и гроша, Не только как юрист, Но и в других областях. Относительно нас ничего особенного написать не могу. У нас все по-прежнему, без изменений. Мама и братья здоровы. Последние начали посещать гимназию. Сообщи дни и часы твоих лекций, Чтобы я знал, с каким расчетом ты их выбрал, И как ты успеваешь на занятиях. Храни и береги себя. Моя единственная просьба к тебе. До свидания. Прими мой сердечный привет и поцелуй. Остаюсь твой отец, Абгар Арбели. Постскриптум. На Ливоне очень отражается твое отсутствие. Он ходит, как в воду опущенный. Свою спальню я перенес в твою комнату. Я и Ливон теперь спим вместе. Твой отец, Абгар Арбели. 22 ноября 1898 года. Тифлис. Рубен Игджан. Давно не имею писем от тебя. Давно и сам не смог написать тебе. Хотя два твоих письма от 19 и 30 октября получил. Ты не должен обижаться и огорчаться этим обстоятельством. Так как ни на одну минуту я не перестаю думать о тебе. Мысленно задаю себе вопрос, где ты, что делаешь, как ты в данную минуту. Почему ты держишь меня в неведении? Разве я не писал тебе, чтобы ты просто и определенно сообщил мне о своих месячных затратах? А именно, сколько осталось от отставленных мною денег, чтобы ты не испытывал в них нужду, не обращался к другим и не одалживал их у чужих. И вообще ты не ответил ни на один мой конкретный вопрос. Может быть трудно читать и понимать мои мысли. Если так, то я могу отныне отвечать тебе по-русски. Левон продолжает успешно свои занятия. И даст Бог, я надеюсь, что летом он окончит их и приедет к тебе. И тебе будет хорошо. Не знаю, как будет с нами. Твое отсутствие, как тяжело переживаем. Что кажется, что прошли годы. А между тем, каких-нибудь три месяца. Иосиф здоров и весел. То поет, то кричит. Твой отец. Абгар Арбелий. 6 октября 1900 года. Тифлис. Дорогие мои, Левончик и Рубен. Посылаю вам чек на 400 рублей. Из них 200 рублей на микроскоп. Как я и обещал, 50 рублей плата за университет. И 30 рублей за академию. Из оставшихся 120 рублей заплатите за питание и квартиру. Сколько потребует. А также на мелкие расходы. Если микроскоп обойдется дешевле, оставшиеся деньги вам. Если же дороже, то вышлю недостающие деньги. 3 числа. Мы все здоровы. Все без изменений. Живем лишь одной думой и заботой о вас. Шлю отцовскую любовь и приветы. Остаюсь ваш отец. Абгар Арбелий. Милое мое детище, мое сокровище, жизнь моя, Лео. Твоя претензия на краткость моего письма очень понятна для меня. Так как у тебя масса новых впечатлений, и, следовательно, и письма твои должны выходить более объективными, чем у меня. Но ты забываешь, мой дорогой друг, что мне это писать особенно нечего. Все идет так однообразно и монотонно, что, собственно, описывать нечего. Мои письма должны походить друг на друга и потому причинять скоку читающему. Пишу, собственно, для того, чтобы доказать тебе свое расположение, любовь, безграничную любовь. Повторять одни и те же советы не имеет никакого значения для разумного человека. Живите дружно с Рубеном. Вы оба как-то холодно пишите друг о друге. Рубен в университете, и больше ничего о нем нет, не он о тебе. Берегите и любите друг друга. Моя просьба к вам обоим. Пишите почаще юзки. Его характер не исправить. Право не знаю, что мне делать с ним. Нас признают при приготовлении уроков, но недоволен, что много задают. Вчера выучил немецкий урок, спросил сам, конечно, себя. Сегодня утром повторил, и оказывается, когда вызвал Медер, то не мог ничего ответить и получал двойку. Сварливый, ужасный, и крикун. Я думаю, что каприза у него вследствие и скуки. Он вечно чем-то недоволен, жизнь его не удовлетворяет, ему хочется знать всего побольше, да не у кого узнавать. Ты, Рубен, составьте список книг и вышлите ему, требуете у него отчет о прочитанном. Оно, кстати, послужит материалом для его письма. Пиши ты поподробнее, как о себе, так и о Рубене, и вообще о Петербурге. Он мне теперь более дорог, чем Дифлис, а мне особенно писать нечего. И потому не обращай внимания на краткость моих писем. Я поручила Рубену поцеловать тебя, а тебе поручаю поцеловать его. А вам обоим Катерине Семеновне руку. Этот поцелуй она должна принять, как мой поцелуй, в ее милые и добрые глаза. Я, как сестра, имею право ее целовать, когда и где мне вздумается. А вам, племянник, как и сын. Бог велел. Итак, целую вас всех троих крепко-накрепко. Мама. 10 октября. 1898 год. Санкт-Петербург. Милая, дорогая, хорошая мамочка. Получил вчера твое письмо и прямо поражен. Почему мое старое письмо, как ты пишешь, показалось достаточно холодным? Я не умею. Да и совершенно лишнее так сильно и часто выражать свое чувство. Но будь уверен, что если бы я даже совсем действительно холодное письмо написал, чего не может быть, и то я всегда буду тебя сильно любить и ценить. Право не помню, какого рода именно письмо я написал, но не думаю, чтобы оно было холодным. Ибо я не стал бы в холодном настроении писать. Раз я пишу, значит помню тебя. Значит хочу с тобой поговорить, значит люблю. Раз люблю, не могу быть холодным. Так что ты это совершенно выкинь. Я к тебе холодным быть. Не могу. Находят, что у меня цвет лица очень поправился. Вообще я себя чувствую здесь очень хорошо, несмотря на то, что здесь холодно. У нас теперь такой снег, какой в Тифлисе не бывает и на Рождество. На днях меня будут баллотировать в собрании. Лево уже записан. Постараюсь попасть в такую группу, в которой занимаются армянским языком. Историй, литературы. Кроме того, я попросил записать меня на частные лекции Мара. Ты ничего не пишешь о своем здоровье. Пожалуйста, напиши подробно. Так же и о Юсиных занятиях. Передай дедушке, что я его не думаю забывать. И с удовольствием увижу его у нас. И что писать мне просто лень. Поцелуй его от меня. Папе скажи, что скоро напишу ему подробно о своих занятиях. И еще что-то юридического я уходить не думаю. Целую вас обоих. Продолжай быть любящим и уважающим вас сыном. Ваш Рубен. По скрипту. Вырогу Леона. За то, что не пишет. Скажи ему, что он свинья единственная. Моя квартира не 15, а 11. Меня искали по всему Петербургу из-за этого. 4 октября 1899 года. Голубчик Лео. Собралась послать письмо на почту и хотела вздуть тебя и Рубена. Но позабыла на столе и потому сейчас кладу в пакет письмо и повторяю свою угрозу с поцелуями. Я не знаю, согласишься ли ты на мою мысль, но я все-таки пишу. Юси слаб по греческому письменному. Брать репетитора не хочет. Я хочу попросить тебя выслать ему фразы, которые он будет переводить и высылать тебе. Это будет полезно. Только запроси его, по какому учебнику они проходят. Приобрети. Это тебе будет возня, но ты у меня добрый, милый Лео. И сделаешь, если это найдешь удобным. Целую тебя, твоя мама. Ты в последней группе напомнила мне свое прозвище. И я ужасно много хохотала. Но только на следующий день все исчезло. Присылайте почаще, кто у вас фотограф. Поблагодари за доставленное мне удовольствие и приятные сюрпризы. Поцелуй, Рубена. Мама. Без даты. Дорогие Рубены Леон. Присылаю вам мои отметки. Я сейчас перечислю вам, что есть в моей лаборатории. 18 таких колбочек нарисовано. Одна посуда для добывания водорода. Одна кривая колба. Одна такая колба нарисована. Спиртовка, воронка, масса трубочек и четыре отшины резиновых и разных материалов. Мы все здоровы. Брат Юси. По скриптум. Ведомость пришлите назад. 23 октября. Дорогой мой Лео, письма твои все больше утешают меня, мой милый. Я очень рада, что ты свыкаешься из Академии и без особых неприятностей режешь своих лягушек. Главное, береги свое здоровье. Занимайся так же хорошо, как в Тифлисе, чтобы вовремя кончить курс и приехать ко мне на утешение и на радость. Чтобы я тоже могла вовремя вкусить плоды твоих трудов. И чтобы все, чем я жертвовала, не пропало даром. Я думаю, должны же понимать, что вся наша жизнь держится на вас. И малейшая неприятность может довести нас до очень горестного состояния. И вас, если в вас есть ценовня любовь, в чем я не сомневаюсь, то вы должны оберегать нас, оберегая себя. До свидания. Целую тебя крепко, мой милый. Да сохранит тебя Бог. 14 ноября 1903 год. Самая крупная новость у нас – это золотая медаль Леона. Почему-то она, по-видимому, осталась у вас незамеченной или, по крайней мере, неоцененной. Отчего не поздравили? Это ведь очень важно. Золотую медаль далеко не все могут получить. И Леона она вышла особенно эффектно. И хорошо именно потому, что производил он свою работу не из-за медалей и без всяких надежд на какую-то награду, а из одного только научного интереса и желания работать под руководством профессора Павлова, который совсем его покорил. Награда таким образом была совершенно неожиданна. Ценно и то, что он в несколько дней справился с огромным материалом, который накопилось у него за два года кропотливой работы. Сделал выводы, а изложил настолько хорошо, что при чтении я не мог сделать ни одного замечания. Впрочем, работа его будет напечатана, а затем, как он хорошо сделал доклад, обыкновенно читает по написанному. Он прямо говорил, и председатель, с чем нужным, особо поблагодарить его за изложение. Медаль ему вручат на акте 20 ноября. Пишите. Рубен. 13 июня 1904 года. Дорогие папа и мама Рубен и Юся. Присылаю вам оттиск моего доклада. Он напечатан в трудах Общества русских врачей, в том приблизительном виде, как я его докладывал. Павлов хочет печатать в архиве биологических наук, органе Института экспериментальной медицины. Журнал этот издается на русском и французском языках, так что и моя работа будет напечатана сразу на обоих языках. Пока это письмо доберется до вас, я уже буду на новоселье, так что вам не мешает знать новый адрес. Кронштадт, Петербургская улица, дом 12, квартира 9. Или Николаевский морской госпиталь. Пишите поскорее и почаще, как Юся празднует окончание. Напился как сапожник или нет? До свидания, целую всех. Часто думаю о вас и кавказском лете. Ваш Ливон. Его высокоблагородию Рубену Абгаровичу Орбели, Бабутовская, 62, Кронштадт, 16 июня 1904 года. Большое письмо? Пишется. Пока наскоро отправляю открытку. Сегодня переехал окончательно в Кронштадт, Петербургская улица, дом 12, квартира 9. Устроился в смысле помещения хорошо. Был уже в госпитале. Назначен в крестьянское терапевтическое отделение. От Павлова вчера получил тему, но сегодня видел лабораторию и усомнился в возможности заниматься физиологией. Совсем не приспособлено. Завтра, надеюсь, удрать в Питер. Катерина Семеновна и Лиля будут в Петербурге до 22-23 числа. А там поедут, вероятно, в пансион Роука в Финляндии. Целую всех. Пиши. Леон. Кронштадт, Петербургская, 12, квартира 9, 18 июня 1904 года. Дорогой Рубен, вот уже несколько дней, как я написал письмо, но не отправил его сразу, а потом из-за поездки и переезда оно задержалось у меня. Во вторник, 15-го утром, я приехал в Кронштадт, чтобы вступить к исполнению своих обязанностей, но не нашел пакет с приглашением в управление главного медицинского инспектора. Пришлось сейчас же ехать на пристани, возвращаться в Петербург. Я состою на действительной военной службе, и все же должно идти дело о зачислении лекаря Арбели в запас армии. Сейчас свои документы я представил в канцелярию второго флотского экипажа, младшим врачом которого считаюсь, для получения паспортной книжки, а оттуда уже отправлю в Тифлис. В среду окончательно переехал и явился к главному доктору и его помощнику. Последний думал было сунуть меня в венерическое отделение, но потом по моей просьбе назначил меня в крестьянское терапевтическое отделение. Вчера с восьми часов я начал свою службу. На меня с первого же дня навалили 34 больных, которых уже никто не смотрел вчера. Пришлось их осмотреть подряд. Знакомство получилось, конечно, поверхностное, так как до 12 часов надо было сделать все назначения. Когда я выходил из госпиталя, так перед глазами ходили круги. Теперь надо каждый день возиться с 34-мя. Притом постоянным остается только общее число, а состав меняется, так что каждый день из 34-х, 4-5 бывает новых. Завтра я уже назначен дежурным врачом. Не знаю, как пройдет первое дежурство. 7 мая 1907 года. Дорогой Леон, начну с дела. Как ты сделал насчет предложения Павлова? Согласился или нет? Ведь это очень хорошее положение даст тебе, если ты не будешь материально стеснен в жизни. Как говорит папа, ты практикой заниматься не можешь, имея специальностью физиологию. Неужели так? Разве ты, изучая физиологию, должен позабыть все остальное? Я думаю, можно находить время, чтобы заниматься хоть немного и практикой. Впрочем, о чем мне говорить? Ты знаешь, что я всегда желала, чтобы и ты, и Рубен занялись наукой. Моя была мечта, чтобы ты мог занять карту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok